Есть события, которым суждено жить в памяти поколений вечно. Одно из них – Великая Отечественная война. Она унесла жизни более 20 миллионов человек. 2700 из них принадлежали дубосарцам. Они погибли на различных фронтах. 18 тысяч мирных жителей расстреляли в дубосарах просто за то, что они были евреями. В ночь с 11 на 12 апреля 1944 года свободу городу и району от немецко-фашистских оккупантов принесли части 53-й ударной армии 2-го Украинского фронта. 4,5 тысячи советских солдат и офицеров сложили свои головы за мир на этой земле. Поклониться памяти и подвигу всех погибших пришли сотни дубосарцев. Шагал по вражескому следу до завершающего дня И прочно выковал победу из грома, стали и огня. Мы преклоняем свои седые головы перед воинами, которые лежат перед нами, которые отдали свои молодые жизни за честь, свободу и независимость нашей Родины. На Приднестровской земле, политой кровью не только советских воинов, но и защитников Приднестровья, никогда не дадут изменить историю. Историю Великой Отечественной войны. Искренне благодарю ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Вечная память всем, тем, кто погиб, защищая нашу Родину. Бывший Советский Союз, Приднестровскую Молдавскую Республику. Вечная слава ныне живущим. В этом году, 71-ю весну освобождения, встретили лишь 22 героя Великой Победы. В их числе Владимир Зайчук. Ему было 16, когда советские войска освободили дубосары. Этот день, говорит, он не забудет никогда, как и годы, проведенные в оккупации. Период оккупации нам обошелся очень дорого. И мы очень ждали освобождения. И вы знаете, 12 апреля, когда нас освобождали, все от мала до велика встречали советских воинов. Радовались, плакали, целовались. Поэтому этот день забыть нельзя. Сейчас везде стремятся изменить историю. Но я уверен, что это им не удастся. Потому что то, что пережил советский народ, Европа от фашизма никогда не забудется. Большинство людей умных и не допустят этого. Андрей Малеван, Анжела Каранчук и Семен Баланко. Первый Приднестровский телеканал.